Всем доброго времени суток, дорогие господа и дамы! Второй день по КС номер 3, номерной, уже третий турнир, у нас уже групповая стадия начинается! Одескин, Ярмаш, по-прежнему для вас трудимся в импровизированных домашних студиях. В общем, как можем, всем поможем. Здравствуйте еще раз всем! Миш, привет! Да, поможем посмотреть сегодняшний день очередной групповой стадии. Так, что мы можем обсудить? Мы можем напомнить, кто у нас на каких местах находится, если, товарищ режиссер, прошу прощения, нам эту табличку выведет. С места в карьер. Давай начнем с простого. У нас сегодня А против группы С. Это раз. У нас остается лобби наполовину из группы А, соответственно, вот они, эти команды, белым выделенные. Как раз-таки спасибо господину режиссеру. Фейс Клан продолжает этот день с первого места. У нас 81 поинт, сумасшедший пока что. Это не совсем достижимый для всех такой результат. Ближайшие только ШФВ, преследователи, да? Ну и подключаются у нас, начиная с Team Liquid, заканчивая авторальтом, все с ноликами, кто в таблице. И в чем приятность? И с одной стороны, не самая приятность. На одну команду у нас здесь будет из СНГ больше. Я знаешь, что я увидел? У нас Винстрики-то серым говорят, они сегодня не играют. Да, не играют. А ты по поводу того, что нам сегодня говорили про интервью? Да. Ну, значит, у нас будет другая история. Так, Розовый Японий у нас присутствует из СНГ коллективов, конечно же. Присутствует НАТО Свинцера, Ноден Лайтс, Авторальт и все. Техасские Рейнджеры. А, и Техасские Рейнджеры, прошу прощения, да. И Техасские Рейнджеры. К сожалению, мои фавориты вчерашнего дня, топ-16 у них сегодня текущий момент. Но один из игроков мне сказал, что они проделали работу над ошибками, и нас ждет от них сегодня значительно лучшее выступление. Но опять же, новое лобби, новые команды, Ликвид, победившие буквально недавно в одном из вторых по значимости, да, по сути. Второй, третий там по значимости турнир для Европейской Лиги PUBG, для европейских профессионалов. Соответственно, Амакин и не самая слабая команда. НАТО Свинцера, Ноден Лайтс, Батурин, который нам пообещал в группе ВКонтакте. Я перепутал вчера, когда вспомнил Твиттер, просто очень много информации иногда поступает. ВКонтакте он написал по поводу того, что ждет сюрприз нас. Вот Pull Up, кстати, новый коллектив из Европы. Апексы, которые достаточно триумфально бы я не сказал, как раз-таки на последней карте ворвались в ту пятерку проходную как раз-таки групповых, да. Слушай, ну у нас здесь очень много новичков играет. Смотри, у нас играют Техасы, Апексы, Pull Up, Фенербахче, Pink Pony. По сути, все эти команды новички. Ну и Атлетикс отсутствовали у нас достаточно долго, поэтому можно их так полу... Ну можно и Атлетиков, можно и Сауна Боис, тогда можно, наверное, и даже Wildcats. Ну то есть команды, которые неочевидные результаты показывают на всех турнирах. Слушай, ну Wildcats стабильно отыгрывают. Стабильно они всегда в финальной стадии, вот плюс-минус. Из турок, из турецких коллективов, вот Wildcats одни из самых стабильных. Не по результату именно финальному, да, к сожалению, для их фанатов, но по участию в финальных этапах Wildcats чаще всего, мне кажется, были по сравнению с теми же Этигетами, Блейзами и Атлетиками. Ну это чисто так, наблюдение маленькое. Ну да. Ну в общем, будет интересно посмотреть, кто как друг с другом сыграет здесь, учитывая количество новичков, которых мы перечислили. Ну и AfterAlt тоже, кстати, я что-то их не отметил, а их, наверное, тоже стоит отметить, потому что они также новички, по сути, в ПКС, в серии турниров. Да, на самом деле очень интересная история, чем у нас лобби меняется, меняются споты стартовые, так как большое количество и новичков, как уже сказал Михаил здесь, и полуновичков присутствуют. Соответственно, будет интересно посмотреть, кто как поделил, какие стартовые споты, при каких самолетах, и на каких, конечно же, картах. Условно у нас освобождаются, вот смотри, нет вот сторона ДНРДЖ, да, условно освобождаются их позиции. Ну, кто у нас еще здесь отсутствует? Отсутствуют фейскланд, нет, фейскланд присутствует, простите, ТСМ освобождаются позиции, да, это условно в Сан-Мартин плюс Осиенда и Грейвьярд. Отсутствуют у нас Энс и отчасти восточная часть того же Миромара свободная, юго-восточная. Нету байстендерс, нету винстрит. Ну, или полоза, сквоздували. Да, 303-е редлайны у нас как бы не отметились прям долгим присутствием, хотя редлайны уже были в предыдущих номерных сериях турнира. Но 303-е как раз-таки у них спота особо своего пока что нету, да, законного. Что у них все впереди. Ну, в общем, в целом будет интересно взглянуть на расклад сил, на расстановку сил, как все произойдет, как Амакены вольются, потому что прошлый турнир, недавно закончившийся буквально на прошлой неделе, он закончился для них не лучшим образом. Вот, и вот Игрыш был не самый, мягко говоря, не самый хороший. Пулап. Будут ли они на кураже? Они со второго места, насколько я помню, прошли вместе с Sauna Boys. Но Sauna Boys нам вчера уже продемонстрировали, что квалификации и групповой этап для них две большие разницы. Хоть и в интервью сказал Ананимус о том, что у них все может получиться, что все вроде бы очень даже неплохо. И Михаил прям вот так вот смотрел своим глазом такой на этого Ананимуса, пока он дает интервью. И понеслась. И тут бац-бац-бац-бац-бац. Ну ладно, Sauna Boys понятно, у них там особо не получилось, но тем не менее, они даже в отсутствии трех игр набрали поинты, чтобы на десятой или на девятой позиции находиться. А учитывая, как вчера играли Техасы, им сегодня мало того, что в новом лобби придется играть, нужно будет еще и какое-то грандиозное количество поинтов набирать. То есть, если бы они играли в этом же лобби, можно было сделать аналитику какую-то, провести по поводу въездов и прочего, то сегодня как бы опять такой, ну не то, что раскурочный, но день, когда тебе нужно будет опять адаптироваться по то, как коллективы работают, которые мы уже перечислили, да, их там пять штук. В этом лобби их больше, наверное, чем в любом другом, да, у нас там только 303-е, по сути, в том лобби, которые, ну как бы новички, да. Фенер-Бахче 303-е. Ну, Фенер-Бахче, да. Ну, Фенер-Бахче мы давно не видели. Ну что, вот за предикшн, говорят нам в ухо, Михаил, рискинешь ли ты на Винстрика? Давай на Ви, давай на Ви. Вот так, да? У меня вот тут это-то, видишь, есть логотипчик, вот, собственно, пусть будет. Миша, опять 4-е. Не хочется повторяться, и на Техасов я тоже уже сегодня не поставлю, хотя я верю в их камбэк. Все-таки мне сегодня хотелось бы увидеть камбэк от Northern Lights. В общем-то, камбэк для аудитории, не как в турнире, а как для аудитории, в глазах аудитории, которая за них очень сильно топит. И вот это и вот постик от Саши, где он пообещал, что звонок будет сильный в колокол камбэка. Поэтому мой предикт на Northern Lights, да. Ну, по поводу того, что ты сказал, я имею в виду по поводу твита там или что Саша, звучит это очень странно на самом деле. Я могу сочетать, если хочешь. Потому что это что? Это типа мы решаем не зарабатывать деньги на турнирах, мы потом вот как ух. Но типа приоритет, но турнир приоритет. Здесь 200к призовой, здесь за 200 идет борьба. Там как бы условно суммарно был на сколько ноликов. Смотри, я просто сразу же опровергну. У тебя нет организации, у тебя везде висит там looking for organization и так далее. Ты должен рвать и метать все. Да, ты должен просто каждый турнир, который существует, выигрывать. Пакмен. Глл, там все гриндить и показывать везде, что ты классный. Все это плюс еще стримить, качать свою медийку, делать видосы там вместе с командой. И всем вот таким заниматься, если ты хочешь организации. Чтобы ты пришел уже такой готовый, боевой единицей. Это мы сейчас с Сашу хаем все прилюдности с Николаем. Но какой пост о том, что ты там усыпляешь бдительность и так далее. Ладно. Ну с другой стороны, подожди. Теперь повышенный будет как бы повышенное внимание. Ну смотри, мы знаем дипломатический язык и как он работает. Это из серии, когда тренера или там кто-то из организации, из команд рассказывают, что мы будем работать, мы понимаем наши ошибки, try hard все дела. И вот то, о чем ты говоришь, что всегда одно и то же. Ты не можешь особо взять какое-то интересное суперинтервью, потому что ну за годы уже, когда коллектив плюс-минус устоялся, там кто-то ратируется, окей, это одна история. Но в целом уже манера поведения складывается так, что язык всегда из простых слов и фраз уже шаблонных. Просто это больше похоже на у меня был какой-то план, и я его придерживаю. Ну типа, а, вы два месяца, вы полтора месяца ждали, и вот сейчас. Я так и хотел, как в мемазике, реально. Так и хотел, все. Это не случайность. Подожди, надо еще подметить момент, когда можно будет использовать мемазик. А шо, так можно было? У нас периодически такое тоже пролетает. Так, ну что, команда у нас готова. О, ничего себе прическу у Табо. У май! У нас модник на радаре. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, нато свинцеры. Это игроки как раз-таки данного коллектива. Оранж на ваших экранах, Сеня. А вот и Александр Батулин, тот самый. Халат. Слушай, может халат он просто приберег? А? Как ты думаешь? У него может есть какой-то роковой заветный халат? Сирки было или что? Или халаты не было? А помню, у него же был синий вообще. Насколько я помню, синий халат был. Сейчас какой-то другой серенький. Возможно, в этом проблема. Саня верни халат на базу. Да, хэштег. Так. Ну и вот она, первая карта второго игрового дня. Группового этапа PUBG Continental Series номер 3. Самолет отправляется на первый миромар нашего игрового этого самого дня. У нас у чехацких рейнджеров появился логотипчик. А что это? Перевернутый кораблик какой-то? Это похоже на перевернутый катамаран. Да, еще это похоже на кортик без рукояти перевернутый. Это акула плавником вниз. А еще это Т. Ну, либо так, да. А еще это буковка Т. Я так себе подозреваю. Ну, в общем, хватит быть душным в сторону Техасов. На самом деле рейнджеры... Да никто не душит логотип. Ты сам обратил внимание, я предположение свое. Не, мы болеем за Техасов. И на самом деле было бы классно, чтобы коллектив из Казахстана, он все-таки остался в ПКС-серии. Там, кстати, перестрелка уже в Wildcats против AfterAlt началась. Ну, это классическая история. AfterAlt падает же на юг Лос-Леонеса и с центра. Вот так как раз в центре оказался ближе к центру с юга. У нас оказался Грег, стрелял он по одному из двух игроков, которые рядом с ним находились. Ну и тиммейты. А что у нас 64 на карте, все отлично. Диагональный самолет, при том, что концентрация игроков... А. Ну и концентрация нормальная у нас. В центре практически сконцентрированы. Ну и круг, да, в принципе, неплохо. Да, под этот круг все очень даже неплохо. Останется только подлутаться и собраться до кучи. Так, у нас пинг-пони очень широко. Нету, кстати, на этих позициях у них конкурентов. Соответственно, Лебендиты для них свободно и открыто. Рейзиу Рейдж забирает минус Джинни Ралис. Соответственно, дальше у нас куда улетели? Фейсклан. Фейсклан на юге дропнули с игроками команды техасские рейнджеры. Нато с Винсера в районе Лос-Сердинга. Там уже минусим все. Ой, вампир отличный. Дает ногу, тут же его добирает. Эйзи тем временем посматривает в сторону игрока команды техасских рейнджеров. Слышал он, видел и слышал, что у него сосед тут есть. А знает ли топ? Ну вот, вот этот сплит от техасских рейнджеров приносит уже первые плоды. Кто его застрелил? Это был вампир. Вампир у нас находится как раз-таки на самом отдаленном участке по отношению к своему коллективу. На западе... То есть восток, простите, или бендиты там кемп. Ну и уходит Эйзи из кемпа под прикрытием тиммейта. По своей своему прикрывает. Все, в принципе, верно и правильно. На старте зарубы с нулевыми какими-то ресурсами очень... Не очень хочется, скажем даже так. Здесь Ливен тем временем чекает позицию от Арчи. Но видит он здесь стоящие баги. И, соответственно, будет ее перепарковать Арчи, дабы сохранить свой транспорт подольше. И мы забыли, сегодня у нас еще розовые пони в лобби из СНГ-коллективов. Ну да, отмечали, мы же пять коллективов у нас сегодня. Да-да-да. Ну я, когда перечислял, я про розовых пони забыл. Не назвал их, прошу прощения. Достаточно молодой коллектив, как молодой, в рамках именно этого стака. Появление и название в целом. А в итоге здесь достаточно, ну, опытный уже игрок в Empire Game. Сколько он отыгрывает? Третий год игры у него на профсцене. Ну, два года точно, да? Условно, если возьмем PGI, два с половиной. PGI 18-го года за отправную точку. Что у нас дальше? Кто у нас? Гиря, молодой, перспективный, достаточно хорошо стреляющий, играющий молодой человек. Потом, кто еще? Аймлул, который на опыте, мы это уже говорили, он и раньше играл, очень много играл. Digital Athletics, соседство с игроками команды Liquid. Мексик как раз-таки подъехал на ангар, подчекать. Ну, а Northern Lights, кстати, спустили уже дипа у нас на кемп, который они любят забирать на востоке, в сторону Гривярда, который на спуске идет с плато сразу. Ну и Смэш подпушивает Мексик. А, он просто проезжает? Да, Digital Athletics. Окей. Там Кудмарка жил, уже ловил один раз, будучи в команде ATGET, игрока команды Team Liquid. И вот сейчас... Как же повезло здесь Мексик. Да, простили здесь Мексик. И повезло, что... Нет, не простили, заезжают к нему гости. Ицкриз тем временем поднялся, обрати внимание на вотчины игроков команды Resurge, и Манки не был готов к такому раскладу. Отправляется он в нокаут, попытка добора пока что не самая удачная. Мексик все еще здесь соло. Клип есть на халпе, буквально метрах в 150 от своего тиммейта, но не все так однозначно. Сюда еще нужно прорваться. Ицкриз добирайте временем Манки. Раскидывает утилитис как раз-таки у нас Мексик. Хорошую хаешку кидает на ход ноги Мерту. Мерту должен не взорваться, и у него это отлично получается. Ибица уже подбегает. Дальше клип за ним. Там клип тоже рядом. Ой-ой-ой! Как же здесь на свече оружие, на смене оружия заходит, и все, они отправляются в нокаут. Ибица отлично работает, это минус Атлетики. Минус Digital Athletics. Что? Ну там кодмарка еще Митрелеса нокнул, и здесь, да, немного не разобрались с Digital Athletics в этом лучшее. Первый входящий меняется. Ладно, это все, все. Вопросы? Вопросы? Нет, в вопросе. Так, это минус Атлетики, тем временем плюс 4 поинта, плюс 3 поинта, по идее, да, не успели добрать четвертого. У нас... Ну да, да, он кодмарку достается. Хэдшот, вот это красиво. Ой, что, заклипался, да, там калаш в последний момент. Ну, в общем, плюс 3 поинта для Team Liquid. И так, а манки здесь тоже не подняли, я так понимаю. Не, манки забрали. Вот как раз эта движуха только начиналась. Манки окончательно забрали. Тиммейты не смогли прикрыть, потому что он слишком далеко. Поехали у нас рейнджеры. И переехали у нас в портопараисов фейсклан. Ну, точнее, там они собрались. И вот на ротациях, вы вчера обсуждали с Прилом после турнира, вы обсуждали первого дня турнира, что на ротациях вот эти вот драки очень плохо могут заканчиваться. И сейчас техасские рейнджеры, одни из тех, кто инициировали вчера эти драки, уже не инициируют. И это уже выглядит достаточно интересней. Пытаются они для себя занять лучше, повыгоднее позицию, с которой можно будет как-то дальше разыгрывать, собирать информацию. А не драться в этом опене, когда ты не знаешь, сколько у тебя здесь оппонента вокруг окажется. Ну да. Но хотя мы говорили там больше про квалификации, но да, про техасских рейнджеров тоже был момент, что у них осталось это. В частности, про инициацию вы говорили, да. Так, Рейзер Эдж, у нас здесь позиции пытаются... Все запалило. Лучше не знаю, это было для частных глаз. Вообще не знал, что меня снимают. Я думал, что там редакции будет поддаваться наше общение. Ладно, шучу. Так, АВМ здесь для игроков команды Шив-Дабу. Эйц Крис забирает фул три сет. Фул да не фул. Рюкзачка там не оказалось. Но АВМ для себя точно берет. На Гривьярде это все происходит. Эйц Крис, кстати, пока здесь в одинокого. Команда Шив-Дабу с ним не играет. Причем Зокер вообще под Хосиендой. Брейкска вместе с Киликаем над минус Дженералис находятся. Но пока смотрим на Амакина. Их ротацию там Васку немного неприятно развернуло. И пытаются длинный дом, наверное, для себя зарезервировать. Амакина под Лебендитой. Значит, сходя из позиции Шив-Дабу, такое ощущение складывается, что Рейзер Эдж в окружении. Как растянулись игроки Шив-Дабу и какую коробочку они сейчас выстроили по позициям вокруг Рейзер Эдж, то у Рейзер Эдж сейчас выбор не особо велик, как перемещаться. Она с тем временем на экранах. Фейз Клан, замечательные парни. Фастфейз Эйдзи, Густав и Иван. Представители СНГ, комьюнити. Конечно же, победители ПКСа второго. Просто феноменально отыгравшие вчерашний первый игровой день. Парни в том лобби, во вчерашнем сегодня. Посмотрим, сохранили ли они тот запал. Ну так им 40 поинтов набрать, и они проходят. Ну да, да, да. Я имею в виду, сегодня они будут показывать такой же геймплей, или немножечко уже, скажем так, дадут себе волю, как бы, расслабиться. И, как бы, фора вчера заработана, и можно будет дождаться последних двух игровых дней, ну, следующего круга. Ну, могут некие рекорды ставить Фейз Клан, учитывая то, что, да, как ты говорил, вчерашний день проведен более чем замечательно для них. Ну, пока особо не спешат, еще не со своих классических позиций. Они сейчас разыгрывают этот Мирамар первый, и выпрыгивали под Лос-Леон, из парня из Фейз, и уже начекали одного игрока Апекс. Или обвините? Ой, да раз, два, три! Как же хорошо они его набрили, и там лохопован остается, а тиммейтов рядом нет. Да, там нет рядом тиммейтов. Они тут же могут зато выдвигаться. Келвин с... Нет, все-таки поехал. Но интенс там должен быть совсем лохоповый. Да, вот он выбирает. Не, вы не заберут уже. И новая зона. Бетоночки. Смотри, как в бетоночке Келвин заезжает, но сейчас ему может стать бобо. Очень бобо, потому что туда же направляются в фейсклан. И эти бетоночки смотрятся максимально круто. Также пулапы поехали в спину игрокам команды ШФВ, в сторону минус-дженеральность. С минуса срываются Разью Рэдж, через север крутят у нас в сторону восточного направления Фенербахче. Пулапы плюс-минус перемещаются так же в сторону Фенербахче, как и Сауна Бойс. На юге у нас заезжают авторальты. Как раз-таки ровно с юга параллель с ними двигаются восточном направлении игроки Wildcats. И здесь ШФВ не получают никакого урона. Вот так. Вот казалось бы, здесь зажим хороший. Ну, по-прежнему расплитана, кстати, ШФВ. Разверать, что так единым фронтом бегут, хоть их трое осталось. Вот там Уэйзи колесико сняли, и Амакина параллельно заезжает в кирпичку. Видимо, верхний компаунд все-таки Амакина поедут. Вот надо фейс-клана. Здесь Адоузи. Хоть Кризу настреливает. Там третий сет спасает. Даже от Берила на таком расстоянии. Киликай подъезжает. И Иц Криз ответ на илгон. Очень хорош. Тоже заряжается ХАЕшкой. Там под Шиву еще и по второму игроку. Может прилететь. Шив взрывается. Адоузи успевает, правда, захиляться. Да, он фулочку скушал медкид. Будет сейчас пытаться ответную давать ХАЕшку, но ему сложнее закинуть. Стреляют. Вот как раз-таки по вторичной инфе. Брэкско добирает Шиву. Пытается еще и по Удиру сработать. Как же на своей же родной домашней позиции умирают один за одним. Игроки команды Райзью Рэдж. И здесь Ликвид. И находят Панч. О, чекал, панча, чекал. И в итоге не услышали ребята, как подъехали. Ликвид прямо на голову практически. А это на пути у Ликвид. Классическая история. Там Мэнивэй очень много урона прилетело. Нужно отступить, захиляться. Как-то привести себя в порядок. Ну и показывает нам Шив. В как раз-таки начинают здесь вторичный пуш. Это минус Рейзи Рэдж. Да, Удира забирают последнего. Зокер и для Шив. В 4 поинта получается. Манки же тоже Шив. В забирали. А тут Нави приезжают к AfterAlt. Грек пытается уехать. Но это по-моему ошибка. Так он еще и по драйвбайт вроде подумал. И пересел на пассажирской. Но ему просто ближе было сесть на второй слот в этом баге. Чтобы потом пересесть в первый. Но он этого элементарно не успел сделать. Подожди, нет. Он на водительское сел. По нему начали стрелять. Он пересел на пассажирку. Ну, может быть, немного занервничал в этой ситуации. По пулапам также есть ног от Сауна Бойс. И Бенца тут забирают. Ну, Ки исправляется. Он услышал твою вчерашнюю критику. Сегодня он будет выкладываться по полной. Как говорится, замаливать критики. Мы будем вспоминать эту критику. Перед тобой. Да ладно, ты ее сегодня полдня крутил у себя клипом. Да, на стриме запущусь сегодня после игры. Клип это повтор. Тупо заставка этот. Как он, трейлер канала на Твиче. Так, ну что, у нас продолжает? Агрессивное поведение в сторону игроков команды. Техасские рейнджеры и Team Liquid. Понимают они, что возможные фри-пойнты это могут для них оказаться. И клип просто в критик подъезжает. Надо наказывать. Отлично. Добрать, конечно, будет не так-то просто. Аккуратно рассредоточиться. Контролировать перемещающихся ликвидов. Они все-таки опасные оппоненты. А там по ним еще авторальт накидывают. Да, поэтому сильно не расслаблят. По кому из них к ним? По ликвидам. По ликвидам авторальт еще накидывают. Они, кстати, клипа сейчас заберут, по-моему, не? Там прилетал. Отлично. Да-да-да, клипа хибака крадет. Да, но с другой стороны это хорошо то, что... Куда побежал ты? Куда ты, Энсен? Отлично. Подставляется все-таки под бизде у нас в Мекси. Там, в общем, очень много желающих присоединиться к этому движению, как говорится. Ну и Энивей подставляется прямо возле своей двери в центре. Как же неприятно подставляются игроки команды. Чехасские рейнджеры остается топ. Топ последний. Топ нужно как-то против двоих игроков разыгрывать. Сложная ситуация. Ему еще и ВОХАУД БИСД прилетает. Вайлдкэтс видят. Все. Вот как же неприятно это третье пати. Туда еще и Фейс-клан подъезжает, да. Поэтому они тоже могут пострелять по игрокам. Тимликать. Но они вроде вошли в дом. И здесь уже нужно будет разыгрывать топ. Топ! Топ! Иглова какая от Ибицы! Ну, это Ибица. Иби, да. Иби реакция такая, что... Ма не горюй. Ну и Фейс-клан. Если бы сейчас понимали, кто здесь точно рубит, то могли бы туда заезжать. А так подставляются под Вайлдкэтс. При том, что без ответа они не остаются. Хорошая, симметричная, как говорится, реакция в сторону противника. Но позиции отвратительные. Эйдси, считай, в опене за тачками. Плюс с кем он там... Ну, тут все практически в опене. И главное, что от Ликвид тоже можно будет со второго этажа там получать, если они будут как-то выходить. Вот мы видим, да, позицию Ивана. Ну, у Фейс, да, они очень хорошо заехали. Главное, что Вайлдкэтс, то, по сути... А, авторальт уехали. Все, тогда ладно. Да, авторальт уехали. И тут как раз началась смена караула в лице Вайлдкэтс. Зона там у нас немножечко сместилась. Ну, мы должны Фейс-клан какую-то нереальную стрельбу продемонстрировать, чтобы тут Вайлдкэтс как-то разыграть. Ну, либо уже должны были эвакуировать. Пока тачки еще живут. Еще один смог. Ну, позиция смотрится так, что Вайлдкэтс должны были их давно убирать, но, тем не менее, Фейс-клан как-то еще живут. Вот нужно в баги, наверное, садиться и пробовать как-то переезжать чуть правее. Там над надписью Ля Бензита, там, конечно, Апекс находится, но там хотя бы не такой прямой обстрел будет. А, вот уже и Апекс начинают выкидывать. Тут какая история. Вот из-за Ликвидов аккуратничали у нас Вайлдкэтс, соответственно, освобождается кемп, и Фейс-клан имеют возможность зайти в этот кемп. И что это за манерность такая от Ликвид? С одной стороны, они впустили противника, сами взобрались в синьку, а с другой стороны, они сейчас под следующий прок будут пытаться находить для себя возможность перемещения ближе к центру. В общем-то, оно выглядит двояко. Вот этот мув от самих Ликвид. Фейс-клан, окей, хорошо, они сейчас здесь будут в безопасности на какое-то время, но зона через пять секунд уже прокляет. Если зона куда-то в сторону Грифьярда уйдет, то Ликвид в самом может нормально повезти. Но зона не уходит, да, и единственный нормальный вариант это просто пролетать мимо Гусяры и крашить для Бензита. Именно в Гусяру едут Ликвид. А Гусяра не ждет из синьки вообще соперника. Два игрока. Джимс и Ибица. Пытается смотреть своих противников. Но они там же ж на тоненького. Нужно хаешку красивую взорвать. Возле них это будет очень четко. Перелетает чуть-чуть. А было красиво. И уехал Гусяра. Да, на машину зато он накоцал, и на этой машине уже этим Ликвид вкрашится просто так в Ля Бензиту не получится. Я думаю, что их там Wildcats те же и Pinkpony могут вообще взорвать. Слушай, а по позиционочке все очень даже нечёпло выглядит для Pinkpony ситуация. Мы знаем эти круги. Они чаще всего уходят южнее значительно, чем сам Минос. Конечно же, было и на Миносе разочек. Но это такой разочек. Именно скорее больше исключений исправил, чем само правило подтверждающее. Фенербахче начинают с севера закручивать все-таки в сторону западного направления. По ним работают как раз-таки с западной части Минос Дженералис игроки команды Сауна Бойс. И там еще и дропчик пытаются забрать Фенербахче. Какие же хитрёги там. Там еще и Wildcats накидят. Они сейчас на дороге, когда будут, все будут стрелять. А, нормально, они здесь низину заехали. Wildcats все временем в Ноке теряют Рэпчура. Иван отлично работает. Поднялись игроки команды Фейс Клан. И как раз-таки вот здесь уже сильно засиделись на своих позициях Wildcats. И подставляется. Шикретт уже на минусе. Ибица достреливает. Ты посмотри, какой молодец. Уехал, еще и умудрился здесь. Ой, по БСД четко, конечно, прилетело. Просто адресная доставка от молодого человека на Эйдзи. Ну и Рэпчур взрывается от Ивана. В Wildcats остается у них один игрок. Левент, который пытается поработать по Ликвидам. Тут как бы своя история вообще происходит. Внутри он Лебендиты. Ну, скорее, ему оттуда уже не дадут возможности никак уйти. Фейс Клан. Посмотрим. Фейс Клан все хорошо. Нату с Винцера подъезжает на позиции Фейс Клан. Сейчас тап очень сильно подставляется. Сеня пытается перестрелить. Сеня дает только по фасфейзу. Сам получает совсем немного урона. Пытается выстрелить его в голову. Густав, но тут же отвечает по Густаву. Оранж подключается. Густав в ноги. Отлично поиграно. Но тап слишком близко приблизился, конечно же, к позиции Фейс Клан. И его тут достреливает Иван. К сожалению. Но Мерси. Беспощаден Иван. Слушай, ну Иван, кстати, классно против Wildcat сыграл. Подошел к ним. И теперь против Na'Vi также позиция была неочевидна. Тут хаэхат. Да, к сожалению, уже очень близко подходит. Там начинают еще и Амакины настрелить в Вашку. Душить, душить, душить. Но хоть Сеня, Оранж очень близко к Ивану. Так, не увидел он. Но хаэшку расчехляет. Ваня будет накидывать хаэшку, видимо, на Оранжа. И на этой хаэшке будет Оранж ловить здесь Иван. Не взрывается. А Мэйди уже разрезал. Сеня, добирает Тибун. Оранж, падайте временем от Эдзи. Оранж у Ивана-то успел мокнуть. Ну а дальше что? Драка очень сложная получается для парней. Ой, Андрюху не узнал с новой прической. На верхней камере. Да, это Na'Vi на наших экранах. Как раз-таки сейчас происходит и в противостоянии. И что, Бестолыч остается последняя. Там уже разрезываются парни. Там уже разрезываются парни. И да, уже втроем живы. К сожалению, не получилось у Na'Vi эффективно поиграть против своих оппонентов. Ну и Густав уже Ваню поднимает. Левен те временем убирает от Ибицы. Хорошечно. А и по Бестолычу здесь еще и Апекс. Ну а вот куда ему заезжать? Ему заезжать-то особо некуда. Там Амакина сейчас стреляет, Апексы начнут стрелять. Он, наверное, хочет в лоу-граунд залететь, который в Ля-Бен-Дите находится. Но на этом автомобиле заехать быстро не очень получится. Слушай, ну пока нормально. Вот в чем беда. Если был бы на байке, уже бы попали бы по... На Реонзе перевалился, да. Да, да. И Амптед Киликай, а в Ноке тут же Киликай его забирает. Отличную позицию для себя выбрал Киликай. Сработать по загулявшему молодому человеку между ангарами. Очень здорово. Там узнавается, что поехали врываться. И они, по-моему, сейчас прямо к автор-альт приедут. Уже начинают настреливать. Батуллин едет чуть дальше. Ой, а позиции очень никакие. Здесь очень и очень позиции. Здесь еще приезжают Амакины. Сюда же хорошо отстреливает Хибака с Данимоном. Классно работает поинт и зарабатывает. Здесь Бутки у нас находится. Данимон! Нет, все-таки не так ему легко получилось. Айвол дает по нему Нок. С другой стороны вообще это не Амакины. Это Айвол минус автор-альты. Ноденлайт с ними все-таки справляется. Но Батуллин достается Хибака. Теперь нужно с Амакинами расправляться. Сверху еще Шиф-Дабл. А не рано ли все в центр ринулись? Ребятушки, как же это все выглядит? Ну, ты Перфектикса со Спайра, по-моему, можно забрать. Ну, очень сложно. Они там очень сложно. Так, это кто настреливает? Это Апексы настреливают. Взрывают тут машину. И, по-моему, машина сейчас взорвется. Тут все очень плохо. На Хаешку надо подходить. Отбегает уже Спайра. Отлично. Дип Молотов не дает. Рогатка деревянная. Еще один Молотов врубается. Хорошо. Килекайте время немного от Криэйтора. И минус все игроки Амакина. Отличная Хаешка от Дипа. Брэкска тем временем продолжает на Криэйторе зарабатывать поинты. Точнее, на пулапах. Тут еще Ицкриз Сикоро подловил. Не могут нормально въехать Сауна Бойс. По одному они дают. Какой флик от Ицкриза. Минус Мисе. Еще встречают двух игроков Сауна Бойса. А может, поможешь, Брэкска? Помогли, помогли. Все. Все. Хорош. Он просто так сидел там Ицкриз и туда и сюда во все стороны расстреливал, а Брэкска там выжидал, пока остановятся, видимо, игроки в Сауна Бойс. Ну все, красавчик. Такая турелька на Брэкска. Турелька получилась. Два дропа у нас скидывает. Еще есть самолет здесь. Так, на трубах у нас здесь Фенербахче сидят. О, у нас зарейдил Слигер. Спасибо огромное за рейд. Буду же. Так, у нас два дропа падают для Шив-Даблью. Один 100% Шив-Даблью. Второй такой себе переходной. Знаешь, оно укрытие добавляет как раз-таки на месте перехода. Скофил тем временем отправляется в нокаут Брэкска. Что же творит этот молодой человек на Брэкска? Ну, к Калимдору будет возможность развеяться своего тиммейта. Но тут полетели Хаешки. Очень неприятная позиция. Но и попасть сюда непросто. Ну да, пока не долетают ни молики, ни Хаешки. Больше тратят здесь, на самом деле, игроки Шив-Даблью. Хотя им, по сути, сейчас... Вот прямо сейчас им Фенербахче не нужны. А все, дроп застрял там где-то там. Судя по парашюту. Второй дроп, посмотри, он там где-то... Он должен раскатиться с крыши. Да-да-да-да, он там очень неприятно. И тут в лоу-граунде как раз-таки в микропиксель Кельвин пытается высматривать своего оппонента на Northern Lights. И Northern Lights угадали с заездом. Это все-таки была южная зона, но не тот прок с кемпом. Обратим внимание, в кемпе никого на правом. Апексы оттуда вышли. Вдвоем они там оставались и вышли, потому что, как бы, кемп этот уже вне зоны. Обычно, если у нас прокат на этом кемп, то... Слушай, Нави и Бестровач, видимо, в зоне. Да, в лоу-граунд он, конечно, заехал. Мы видели от Андрея очень классные уроки по выживанию. Но сейчас на него два, даже три, можно сказать, коллектива будут выходить с двух сторон. Он надеется, что они увидят впервые друг друга, а не игрока команды Натус Винсера и... Ну, рано или поздно... Смотри, дистанция какая, что розовые пони практически... У них отрисовывается вся трава. И, соответственно, они Бестровач не могут нормально разглядеть. А вот Ликвид все еще не вышли на просвет. Также Фейсклан находится у нас в низине. Соответственно, розовые пони сейчас первые и единственные, кто могут сейвить Бестровач со всех направлений. Самое главное, чтобы Андрей не начал стрельбу в сторону розовых пони. Ну, мы знаем, что Андрей терпеливый, умеет, знает, как нужно это дело выжить из момента максимума. Так, тут Экскликс подходит, закидывает. Видел какую-то геометрию, какую он рассчитал? Ну, не совсем. Ну, по идее, под 45 градусов дальше всего должно быть. Ну, он такой палец, знаешь, такой облизал. Воздух, ветер. Так, направление. Так, у нас, ага. По Сириусу, Аполлону. Ну, так, 45 градусов, прыжок. Надо сделать два шага вперед. И не долетело чуть-чуть. Ну, и вот ХЕ-шка бы, кстати, долетела уже, если бы отсюда от камня закидывал. Но ХЕ-шек, видимо, не осталось уже игроков шифт-даббл. Там, знаешь, какая проблема была? Все ХЕ-шки, которые попытались долететь, либо стукались об бетонную, там, маленький такой, как порожик бетонный, и просто уже выкатывались на него. И вот им чуть-чуть не хватало скатиться. Хорошо, есть информация у Розовых, как раз-таки, по игрокам команды Фейс Клан. Также есть по Тим Ликвид. И они здесь на закрытии. Очень даже неплохо. Самое главное, чтобы молодые люди сейчас здесь не заждали чего-то неприятного для себя. И да, будут подбираться ближе к зоне. С тачками они все это делают. Отлично. Есть информация по Ликвид. Переместился у нас гиря, через машину будет разыгрывать. Фейс Клан там от Айвола терпит. Иван падает, тем временем в нокауте. Это его второй нок тут же добирает его Айвол. Эдзи попытался сместиться, помочь как раз-таки Ивану, но нет возможности. Полетели ХЕ-шки. Но могут выйти, кстати, Фейс Клан-то. А надо ли? Вот Фаслайс могут, в принципе, вернуться там. Ну, закрывать край в любом случае нужно. И убирать здесь. А вот это хорошо. Дает нок по Скофилду. Прилетают неплохие гранаты от Pink Pony к Team Liquid. Правда, только по Джинзу. Джинз, кстати, еще урон. О-о-о-о! Хорошая граната от Гири. Джинзу нокает. И пипец также просажен. Ну и сразу же нужно подъезжать и закидывать еще гранаты сюда в смоки. Нербахче хорошо дерутся. В них впушивают игроки. Команды ШФW с размен по нокам. Пытается. Ридл! Ридл отстреливает Брэкс Хэй. Где же кавалерия? Где же хелпа? Прилетает Зокер как раз таки с флешками. Закидывает он вниз. Сэйми находит игрок. И как же вот. Просто дезориентация легкая. Но все-таки справляется Эдскрис. Эдскрис справляется. Сползай вниз, Зокер. Зокер вниз, падай. Джинз все временем в ноке снова оказывается. Его и битом пытаются разрисать. Пытаются... Ну, добрали Джинза. Это понятно. Пытаются... Там такой... И вообще трассеры такие над Андреем летают. Над Бесточей. Я не знаю, как он там не двигается. Так он нашел единственную траву, которую... Хорошо. По Ибице. Очень хороший Жазым. И отлично. Вампир все-таки добирает последнего игрока Team Liquid. Топ-7 для них. И все. Как бы, ну, окей. Про Бесточь забыли. Летят хаешки по Перфектиксу. Тут еще и прилетает Молотов. Прикрытие от тиммей... Нет, это не тиммейт. Это Фейс Клан. Это Эдси, да. Вместе с Густавом. Так. Не понял. А, все. У нас Кельвина-то уже нету. Да, Айвел. Остался один Айвел и Айвел. Нужно как-то проходить. Но он с Маками, мне кажется, больше себе здесь хуже сделает. То есть, его теперь 100% будут туннелить. Не Нозунвайтс, так парни из Фейс Клан. Руку не дрожь! Да что ж ты прям вот эти локоточки! Вчера так же страдали игроки команды. Но это только выиграл время. Только выиграл время, чтобы его снизу не смотрели. Да, Спайер здесь в любом случае. Доброго, и вот и начинает. Андрей? Андрей, эй. Андрей мог и не трогать на самом деле. Полежать в зоне. Их бы как раз уработали игроки команды Розовые Пони. Но и тут для Пони он... А, Густав, ты чё? Хорош, для Андрея! Он бы достанется, он не дострелял. Да, да, не дострелял. Да, по Фейсу в итоге достается Андрея. Смотри, как тут. А что там здесь убегает сразу на нескольких игроков? А как тут фон, они в разные стороны смотрят? Да где инфа? Ало, минус АМЛУ, минус гиря. Падает всё-таки игрок команды Эйдзи. И Густав вырабатывает артиллер. Фу. Где же инфа была? Ну, хорошо, что так получилось. Учитывая, что АМЛУ дострелять не успели. Тут ещё и смок раскрыт. И нормально там шифт-дабл. Пока против Нозуна, скорее всего, будут работать. Ещё Перфектик здесь на мотоцикле переехал. На себя какое-то внимание отвлёт. Отличная стрельба от вампира, да, по Брейкско. Нокает его в голову. Слушай, а Брейкско был же уже нокнутый, да? Он, наверное, быстрый. Очень сложная зона, на самом деле. 16 килов. Шифт-дабл, хороши. Да, они чётко начали с Рейзер Рейджа. Понеслась. Бац, бац, бац. Так, через плохую тачку совершают неплохую ротацию игроки команды. Пинг-понии у них особо выбора-то и нету. Нужно здесь будет отхиляться по Зокеру. Есть информация, прилетает по нему урон тиммейта. Подняли Брейкско живой. Эйдз Кризу также придётся перемещаться в зону. Всё. Шифт-дабл нету для них места. На танцполе нету свободных мест. Дальше нужно будет ещё Перфектиксу вернуться как-то в зону. Аймлулу. Аймлул пытается работать на деревьях, чтобы хоть какой-то был угол. Но у него ещё, кстати, тачка есть. Хоть какой-то угол на противника. Остаётся у нас три коллектива. Девять игроков Alive. Три... Ну, шесть игроков СНГ коллектива. Ничего, жить, шить до последнего. Шесть СНГ игроков. Три игрока. Германо-бельгийские, насколько я помню, или австрийские. В общем, это Шифт-дабл у нас. Это Зокер, Брэкско и Цкрис. Отличная, мощная три. Хорошие девайсы у парней в руках. И Зокер здесь нока. Это Эмлул. Понятное дело, что вопрос времени был. Ещё бы СиБР-чки не отлетел сейчас. И отлетает от Экскриса Перфекция. Как же уничтожают со своей высоты Шифт-дабл. Да, причём зоны там практически уже нет. Останутся только пальмы. И здесь всё зависит от того, как Пинг-Поня постреляет. Ну, скорее даже на Зонлайтс. Полетели гранаты там от Дипа. Залетает. Но оттуда Экскрис уже ушёл. И Пинг-Поня начинает накидывать. Синька давит. Прилетает. Отличная граната от Зокера. Арчи нокает. Вампир неплохой спрей. Зокера просадил. Ну и не даёт пока два СНГ коллектива. Нормально Шифт-дабл спустится. Зокеру здесь захиливаться нужно. И флешечки. Фу, это флешки. Ну это пока не страшно. Там Нозлайтс накидывают. Да-да-да, отлично. Контролирует вампир. Собирает. Нозлайтс все временем работает по Зокеру. Минус Зокер. Для кого? Для Дипа. Дипа Вонокнул тут же добрался. Сфайра взрывает последнего из Криса. Хорошая граната. Ситуация 2 в 2. СНГ Дерби. 2 в 2. Спокойные ребята. Обрати внимание. И пошла уже синька. Это все. Последняя зона. И примерно в равных условиях находятся на самом деле коллективы. Красиво, кстати. Единственное, что чуть больше просажены по холспойнтам пингпони. Но Шифт-дабл все равно, конечно, показали игру нереальную. Количество... Ой, а там три гранаты. Еще два моря. Да-да-да-да-да-да-да-да. Тут сейчас будет раскидка. Главное попасть. Поломанный броник у нас у Спайра. У Дипа сломанная голова. Очень аккуратно нужно ребятушкам разыгрывать. Самое главное, все будет зависеть от стрельбы. Но здесь два берила. Два берила. Максимальная концентрация. Абсолютное спокойствие. Посмотри, как бегают глаза у нас у Дипа. Просто он пытается контролировать. Увидеть все. И как же спокоен Спайра. Максимально. Они не ошибаются. Они не туда смотрят. Они кидают за этот камень молики и прочее. Хотя видел справа у одного игрока. С другой стороны, они срезают эту территорию. Понимаешь? Они минимизируют. Но туда очень много уже потратили. То есть у них осталось вот три молика сейчас на двоих. Отлично. И ХАЕшка. Ну, уже проверили по сути этот. Это очень много. Вот. Молики теперь правильные полетели. А вот теперь уже не совсем правильные. Слева заходят. Арчи проседает. Заходит. Здесь выходит. Как же здесь Клара отправляется в нокаут. Пытается его Тимет разыгрывать. И Дип справляется с этим давлением со стороны. Пинг-пони. Ну, просто ждали. Просто ждали. Нозунлайт заняли центр. По сути еще даже остались там молики. Могли откидать их в центр зоны. Или там вообще куда угодно эти молики. И максимально отзонить пинг-пони. Красавчики. Нозунлайт. Первая игра сегодняшнего дня. Достается. Александр. Для коллективу. Нозунлайт. Да. Александр. Что-то видимо действительно знал. Крашим в эти вот ЛГ. Пофиг, что наверху еще куча команд. Ну, это вот о чем мы говорили до старта. То, что в четвертой, в пятой зоне Нозунлайт заезжают в центр. И то, что команд очень много, которые будут по краям играть. Такие, как Shift W. Такие, как Апексы. Такие, как те же Пинг-пони. Техас Рейнджерс. Само на бой с Ликвид. Да. Им не хватает как бы немного уверенности, наверное, еще как Тим Ликвид, которые могут, ну вот, заехать. Они заехали в Кэмп и все, и там сидят. То есть, вот у нас Тим Ликвид заехали там к Афтеральтам, пытались там как-то пересидеть, поехали дальше. Ну, вот не суть, в общем. Или впушили тех же Техасов. Таких команд немного, поэтому в четвертой, в пятой зоне, если ты какую-то позицию знаешь, ты можешь в нее залететь. Даже та же позиция Андрея Бестович. По сути, в ней мог играть какой-то коллектив, но никого там очень долгое время не было. Все сидели по краям, и никто в центр особо не залетал. Поэтому Нозенлайдс вот опять пришли, наверное, к этой тактике, чтобы как-то в четвертой, в пятой зоне в центр врываться, пока идет какое-то большое количество файтов на краях, и из-за этого занимать неплохие позиции потом. Опять же, обратим внимание, как они прочитали... Вот видишь, он не успел пересесть, Грек-то. Обратите внимание, как ты не... Обратите внимание, как ты не... Было видно, что он сел, и все, наглухо. Я не обратил внимания, и не смотрел. В данный момент. Как прочитали, на самом деле, финальные круги у нас Нозенлайдс. Ну, понятное дело, что прочитать, это сложно сказать этим словом, да, понятием прочитать. Но, вот, действительно, они въехали на удачу, и удача была на их стороне. Таб здесь приехал, конечно, очень опрометчиво, подставился. Ваня очень эмоционально, конечно, реагирует. Также Оранж. Вот послушай... Наверное, Оранжу, наверное, тоже нужен стол новый, да. Мы сегодня, у нас целый вечер обсуждения новых столов. Ну, и вот заезд как раз-таки Ицкриз до последнего, здесь тиммейт на прикрытии, и все, что. Ну, вот Брайкс вышел только стрелять, когда уже все, когда Ицкриз, по сути, все сделал, можно так сказать. Да, смотрим мы хайлайты прошедшего матча, отличный тут момент от Ицкриз, кстати, как он разобрался, так за машину зайти, да, мог здесь немного не туда стрейфануться, ошибиться, и все, и до свидания бы было. Вот очень много патронов, чтобы Нокнекс потратил, да, игрок команды Na'Vi, последний оставшийся. Ну да, вампир тут немного помог, да, чтобы быстро этот поинт зарезервировать для команды Na'Vi, и не смогли резать игроки команды FaceClan. 18 киллов для ShiftW. Да. Хороший результат, очень. Условно, топ-3, забирают они 5 поинтов, 23 поинта в драке с топ-3. Да, действительно, очень хорошая. Ну, эмоция Александра прям просто пост-лайк пойду поставить. Шучу, конечно. Вот на ваших экранах как раз-таки вторая восьмерка, это с 16 по 9 место. С нулем аж 4 коллектива. Digital Athletics, Razerage, техасские рейнджеры и Pull-Up, соответственно, 16, 15, 14 место. По единичке у нас зарабатывают Wildcats и Sauna Boys, 12 и 11 место, соответственно, и по 2 поинта. А вторая и Амакина, 10-е и 9-е. Ну, и вот так выглядит как раз вторая часть. Да, первая восьмерка. Фенербахче 3 поинта, 4 для Apex. Natus Wincer разрабатывают 5 поинтов. Team Liquid 10-ка, 12 для FaceClan, 12 для PinkPony. Nozenwights 18 и 23 для ShiftW. Все поинты у нас первые 5 мест между собой практически поделили. При том, какое количество, да? 10, 12, 12. Там и пони хорошо постреляли эффективно. Head-to-head противостояние как раз-таки заняли первое место. Именно Chicken Dinner достался Northern Lights, но по количеству, сумасшедшему количеству киллов в 10 раз. Ой, в 10 раз. То есть на 10 больше, чем у Northern Lights. ShiftW занимают именно по итогу этой карты первую срочку. Ну и урона на 2030, ну там, на 2000, почти 2000 больше, в общем. 1900 с копейками. Супер Dash, FW, Хорошиц, Крис, 8 киллов в соло, вывез молодой человек. Не зря он вчера интервью давал. Второй идет за ним, Килье Кай, 6 киллов в третьем. Тут у нас 3 третьих места. По 5 поинтов делают Vampire Game, DeepOnJuLu и Ibiza. У нас два представителя СНГ коллектива и, конечно же, Team Liquid. Да, ну и дэмэдж. Лидеры, понятно, что да, Иц Крис здесь на первом месте. 1278 он нанес урона в этом розыгрыше. Vampire, 645 вторая позиция, 641 Эдзи, 639 Киликай и на пятой позиции Айвил. С закрученными усами. Какой-то такой русский царь. Не, больше на француз... Не-не-не, французский, наоборот. Из романов... Гусары или что? Гусары русские были. Французские были мушкетеры. Не гусары, да, мушкетеры. Говорит французские мушкетеры. Французские гусары, да, мушкетеры, да. Не, отлично. Отличное настроение. Спасибо СНГ-коллективам за подаренные эмоции. Это было действительно здорово. Вчерашнее интервью от Эцкриза снова проясняет очень многое. Вот. И то, что он сказал, что они решили ворваться по фану. В итоге, в итоге, на секундочку. Вот эти слова мы решили ворваться по фану. Да, поиграть просто. Они отскаутили именно германскую лигу. Да, вот германские локальные турики. Отскаутили супертипов. Двух. Забрали их себе. Чему-то подучили. За неделю, он сказал. Вчера он говорил, что за неделю или за 10 дней. За неделю, кажется, он сказал. До ПКСа. До старта отборочных. Они собрали этот состав. Не помню, да, не помню. За неделю. За неделю, он сказал. Может быть. По фану, да, и организация. Потом, в итоге, их подписала ШФВ. После, конечно же, вторых ПКС-2 квалификаций. Ну, как же они выглядят здорово. Вот был у них спада какие-то несколько недель последние. Но это не то, чтобы организация. Они как бы... Вот в Европе, знаешь, такая привычка, наверное, делать сразу же организацию. Как бы организацию. То есть, они сразу же сделали мерч. Они сразу же взяли менеджера. Сразу же взяли типа SEO. То есть, у них же нету, по сути, никаких там спонсоров пока что и прочее. Просто вот есть команда, но они ее полностью упаковывают. То есть, в логотип и так далее. Вы знаете, в FG-18 примерно такая же история. То есть, это был, по сути, микс из европейцев. Плюс Артем там здесь, да, играл. И они сразу же сделали мерч. Они сразу же сделали логотип. То есть, они как бы команду упаковывают. То есть, организации это, ну, тяжело назвать. Хотя там Кейнт и Пи-Бодз, да, там, являются какими-то управленцами, скажем так. Но, тем не менее, да, упаковались они сразу же хорошо. Вот так у нас выглядит общая таблица на 24 команды после этого розыгрыша, после первого сегодняшнего матча. И Shift W на второе место. При отсутствии Bystander Sense Etiquette, TSM и Tornado Energy выходит 59 поинтов у них. У них было 30 с копеечкой на старт, да, на сегодняшнего дня, на старт, на начало трансляции. И вот как раз-таки 59. Но на секундочку, Фейсклан 93 поинта. Ребят, дратуйте! 30 поинтов, и вы уже просто проходной балл забираете с гаком первые два дня игровых. Сумасшествие какое-то от Фейсклан. Действительно, очень здорово. У них получается 61 килл. 32 плейсмент-поинта, при том, что у Shift W на 9 плейсмент-поинтов меньше, но киллов почти в два раза. Вот условно, да, так вот статистика, математика какая красивая получается. Что у нас по Northern Lights? Northern Lights, с учетом того, что они только-только вступили в борьбу, и это первая их карта, выглядит их позиция всего лишь топ-16 в общей турнирной таблице из 24 команд, но 18 поинтов уже есть, это хороший запас. Ну, по факту, на втором месте с сегодняшнего дня. Ну, вот у нас Liquid после одной карты занимают, ну, имеют ровное количество с техасскими рейнджерами после семи игр. В чем одинаковое количество киллпы-то и плейсмент-поинтов. Да, жестко. При том, что Team Liquid техасов как раз и убрали, да, у нас. Ох, ну, надеемся, что техасские рейнджеры вернутся и наберут еще большое количество поинтов и будут радовать нас, собственно, своей игрой, такой, которую они показывали на квалификациях, не будут стесняться, не будут бояться коллективов, против которых пришлось им играть, да, в этом лобби, и будут как-то поувереннее себя вести и набирать поинты и на киллах, и в итоге за плейсмент также. Так, у нас совсем скоро второй Миромарк, кого еще можно отметить? Pink Pony, на самом деле, седьмая позиция, 39 поинтов они имеют, тоже неплохой результат. Новички. Да, причем у них по киллам и плейсмент, ну, все так средненько нормально. Ну, у них эта карта была очень здоровская, они же заняли третью строчку, насколько я помню. Вторую. По общему результату. Нет, вторую Northern Light. А, имеется в виду... После подчета поинтов ты имеешь в виду? Да, 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 по общему результату карты, ну, у нас же общая считается с набором поинтов. Получается, Shift W первый, второй Northern Light, третий Pink Pony, и они очень здорово настреляли, там действительно это им хорошо помогло, плюс плейсмент поинтов. Смотри, у них 15 плейсмент поинтов на данную секунду. Заработали они за вторую строчку 6. 9 у них было после вчерашних 6 карт. Ну, они сделали половину, даже уже больше половины за сегодня, за одну карту, чем за вчерашний день. Вот так условно, да? Но отстают они на одну игру, по сути, вот от коллективов, в окружении которых сейчас находятся, которые не играли, да, сегодняшнюю первую игру. То есть TSM, Bystanders, там, эти Getty и прочее. То есть они сравняют.